Поклониться покровительнице нашего города вскоре можно будет и на Валааме. Здесь приступили к отделочным работам в новой часовне Святой Ксении Петербургской. Возвели её на одном из причалов Монастырской бухты. Местный климат влажный и холодный потребовал от архитекторов особого подхода к выбору строительных материалов. Уже сейчас специалисты говорят, часовня не только простоит века, но ещё и станет произведением искусства. Елена Снитовская продолжит. Это импровизация, причём нередкая. Отец Мефодий детей любит, благословит, перекрестит, поговорит. Даже если всего за минуту до этого был занят, как сейчас, решает вопросы по отделке часовни Ксении Блаженной. По образованию архитекта я тоже занимался строительством, инженер-строитель. Так что мы старались, чтобы ансамбль наш не нарушить. Македонец по происхождению на Валаам приехал в 93-м году. Как раз в день почитания Петербургской святой. Теперь для украшения её часовни вместе со специалистами выбрал лучший карарский мрамор. Здесь идёт солнце такое в центре, с лучами по всем сторонам, по периметру. На площади в 13 квадратных метров 17 видов камней. Материалы специально для этой часовни отбирали в Индии, Италии, Испании, Китае. Вот они, будущие стены. Пока в виде небольших фигурных фрагментов. Как только внутреннее убранство будет готово, приступят к наружному. Новая дверь там дубовая будет стоять. И над ней непосредственно икона Ксении Блаженной Петербургской. Часовня почти готова. Остались отделочные работы. Впрочем, паломников это не смущает. И они сюда приходят. Одни, чтобы сфотографироваться, а другие, чтобы поинтересоваться. Причём у мастеров. А не нужно ли, спрашивают они, чтобы обратиться к святой, обойти вокруг часовни. Это петербургская традиция. Обойти три раза, поставить свечку и написать записку, обращённую к Ксении. Просят, как правило, о любви и о счастливой семейной жизни. Строительство, это было в самом начале 20 века, стало необходимостью. Плиту, которая до этого лежала на месте захоронения, паломники разобрали на сувенир. Проектировал часовню архитектор Александр Всеславин. Это начало 20 века, стилистика модерна, где применялись разные строительные материалы. И вот штукатурная стена оживлялась поверхностью, какими-то филёнками, с вложением разных декоративных цветовых пятен. Закрыли часовню в 1940-м. Устроили в ней склад горюче-смазочных материалов. Иконы сожгли, надгробие разобрали. Я ещё помню её просто куб кирпичный, стоявший здесь, то, что обезглавленный. Но люди продолжали сюда приходить. Старожилы вспоминают, стены были исписаны обращениями к святой. Среди традиционных просьб надписи «Помоги Ксении сдать марксизм или ленизм». Или «Сделай так, чтобы зенит победил». И только в конце 20 века, когда петербургскую блаженную официально канонизировали, часовню привели в порядок, отреставрировали и воссоздали убранство. Одно из главных чудес блаженной Ксении, что они никогда не забывали и в годы блокады, и в послевоенной разрухе. Завершение отделочных работ и освещение часовни на ВЛАМе запланировано на середину июля. Тогда же здесь ждут и паломников, и тех, кто специально приедет посмотреть на новую святыню, и тех, кто окажется здесь случайно. Елена Снитовская, Дмитрий Филиппов, Константин Аужин, Лариса Солопчук, Татьяна Чудинова. Последнее известие. ВЛАМ Петербург.